Радио Медуза Это аудиоверсия разбора, а прочитать его можно по ссылке в описании. У нас есть виш-лист. В нем всего три с половиной пункта, но от каждого из них, включая эту половинку, зависит наше будущее. Что это за виш-лист, расскажем в середине эпизода, а пока к разбору о долларе. Почему рубль снова слабеет? Ответ может показаться странным, но точно никто не знает. Когда так называемые недружественные валюты начали дорожать в августе, у рынка было почти 10 гипотез. От нервозности инвесторов из-за наступления Вооруженных сил Украины в Курской области, до активности нерезидентов, которые почему-то стремились исполнить санкционные требования до их вступления в силу. Впрочем, ни один из аргументов не казался полностью убедительным. Тем не менее, за август доллар подорожал на 5 рублей. Динамику на рынке назвали «валютными чудесами». Не обнаружив происходящему внятных причин, опрошенные РБК-экономисты сошлись во мнении, что в сентябре волатильности не будет, поскольку существенных изменений в части фундаментальных факторов, определяющих курс рубля, не произошло. Оптимизма добавляло и грядущее заседание Центробанка по ключевой ставке. Регулятор, как и ожидалось, поднял ее до 19% годовых, что при прочих равных укрепляет рубль. Вот как это работает. Если ключевая ставка растет, увеличивается доходность по депозитам. Сбережения в рублях становятся выгоднее. Открыть вклад на год можно под 20%, в то время как долларовые программы не приносят больше 5%. Впрочем, с 2022 года экономисты считают, что влияние этого фактора снизилось. Возможности свободно конвертировать капитал и хранить валюту на иностранных счетах у россиян почти не осталось из-за санкций. Помимо этого, с наступлением осени начала дорожать нефть. С 10 по 21 сентября цены прибавили 10 долларов за баррель. Это значит, что экспортеры заработают больше валюты, соответственно, больше продадут ее на внутреннем рынке, и это поддержит рубль. Краткосрочный эффект был достигнут. В начале сентября доллар стоил 90 рублей, а к концу месяца дорожал всего на 3 рубля. Но проблемы начались в паре рубль-юань. Если американская валюта за месяц прибавила около 2%, то китайская почти 10. В ЦБ динамику объяснили, цитата, «адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям». Если упростить, регулятор пытался сказать следующее. Из-за санкций российские экспортеры стали больше торговать за рубли, и продажи валюты с их стороны сократились на 30%. Но чтобы иностранный потребитель заплатил им рублями, нужно купить их в России у банков. В результате кредитные организации получили больше валюты и продали больше валюты на внутреннем рынке. В ЦБ уверены, что так удалось сохранить баланс спроса и предложения иностранной валюты на рынке. В целом, отчет за сентябрь не содержал негативных оценок. Напротив, регулятор отмечал, что спред, то есть разницу между ценой юаня к доллару в России и за рубежом, сократился до 1%. В августе было 10%, и это вызывало удивление. А еще население продало в 8 раз больше валюты, чем в августе. Это значит, что россияне не ждут, что доллар будет дорожать и дальше. Надежды на спокойный октябрь тоже были обоснованными. Во-первых, нефть оставалась выше 80 долларов за баррель. Во-вторых, Минфин пересчитал операции по бюджетному правилу. Если в сентябре покупки валюты государством были примерно равны продажам со стороны ЦБ, то в октябре общий объем поставок на валютный рынок вырос в 26 раз. В реальном выражении, правда, речь идет о 5 миллиардах рублей в день. Это меньше 5% дневного объема торгов. Но это все равно фактор поддержки. Указывал экономист Дмитрий Полевой. И, наконец, в-третьих, рынок снова ждет повышения ключевой ставки на заседании 25 октября. Прогноз не сбылся. За две недели доллар подорожал с 93 до 97 рублей. Последний раз такие котировки были год назад. Юань тоже подскочил до годового максимума. Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков снова связал это с, цитата, «адаптацией российской внешней торговли», когда удлинение сроков расчетов приводит к своего рода вынужденному оттоку капитала. В инвестбанке Синара говорили, что высокий спрос на валюту спровоцировали нерезиденты. Они продавали активы и выводили средства перед 12 октября, когда санкции против Мосбиржи вступили в силу. Если бы это было так, то после этой даты рубль бы укрепился, потому что исчез источник спроса на валюту. Но рубль не укрепился. О том, что же будет теперь с рублем, расскажем через минуту, а пока обещанный виш-лист «Медузы» к нашему десятилетию. У «Медузы» первый юбилей, и если бы не вы, нас бы тут уже не было. Без вашего внимания, доверия и поддержки мы бы просто не дожили до этого десятилетия. Поэтому в ближайшие дни мы будем дарить подарки вам. Один из них уже можно получить, и мы об этом рассказывали. Мы починили некоторые легендарные игры «Медузы». Но это еще не все. Следите за обновлениями в магазе и в приложении «Медузы». И если вы хотите нас поздравить, вот наш короткий виш-лист. Что подарить «Медузе»? Первое. Отправьте нам донат. Это лучший способ поздравить «Медузу» для тех, кто живет за границей. Платеж можно оформить прямо у нас на сайте по ссылке support.meduza.io. Она есть в описании. Или на YouTube, если вам так удобнее. Нажмите на кнопку, которая называется «Join» или «Стать спонсором». Второй пункт нашего виш-листа – скачайте наше приложение. Это правда очень важно. И помогите установить приложение «Медузы» своим менее технически подкованным близким и друзьям. Поверьте, это очень важно. Новости помогают выжить. И третий пункт нашего виш-листа – купите что-нибудь в нашем магазе. Издательство «Медузы» выпустило уже 10 бумажных книг, в том числе Елена Костиченко, Михаила Зыгоря, Катерину Гордеева, Антона Долина и других замечательных авторов. Если вы не в России и не в Беларуси, вы можете заказать у нас любую из этих книг. Мы часто повторяем, что покупая наши книги, вы помогаете нам работать. И это действительно так. Но еще мы уверены, что вам понравятся наши книги. Это настоящие произведения издательского искусства. Короче говоря, вы не пожалеете. И еще одно желание, пусть это будет номер три с половиной. Мы верим в журналистику и надеемся, что сможем продолжать работать, придумывать новое, рассказывать истории, смеяться над злом. Главное, что мы загадываем на наш день рождения, чтобы вы были с нами. И это последний и самый важный пункт нашего виш-листа. Если вы хотите поделиться виш-листом, скачать наше предложение, отправить нам донат, все ссылки есть в описании эпизода. Что теперь будет с валютой? Цены пойдут вверх или вниз? Увы, ответ тот же, как на вопрос, почему рубль слабеет. Точно никто не знает. Например, аналитики компании Цифра Брокер пишут, что очевидных предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается. За неделю до этого экономист Дмитрий Полевой отмечал, что не видит предпосылок для дальнейшего значимого устойчивого ослабления рубля, без ухудшения внешней конъюнктуры, хотя и прогнозирует повышенную волатильность до конца года. 15 октября Александр Исаков из Bloomberg Economics говорил, что к январю доллар с нынешних 97 рублей прибавит еще 3%, таким образом добравшись до психологической отметки в 100 рублей. 17 октября он же заявил, что в этом году доллар останется двузначным. Таких противоречивых оценок на рынке много. Споры о том, будет ли доллар стоить 100 рублей, ведутся с сентября. Попытки подступиться к этому рубежу в 2024 уже были. Цена американской валюты на межбанковском рынке ненадолго стала трехзначной, 9 октября. На Форексе котировки тоже выше официальных. Но здесь нужно сделать оговорку. Межбанковская торговля строится на договорных сделках, то есть покупатель может предложить цену выше, если валюта нужна срочно. А Форекс – это в первую очередь международный рынок, доступа к которому у российских компаний почти не осталось. То есть считать его репрезентативным сложно. Если говорить про официальный курс ЦБ, ожидания экономистов скорее оптимистичны. В последнем опросе аналитиков сказано, что средний показатель в октябре-декабре будет на уровне 94 рубля 20 копеек за доллар. Учитывая, что сейчас американская валюта стоит больше 97, рубль должен накрепиться. Впрочем, то же самое экономисты говорили в августе и сентябре. А власти не планируют вмешаться? Уже неловко повторять, но и этого точно никто не знает. Дискуссия об этом началась 15 октября, когда Bloomberg написал, что российские власти якобы смирились с перспективой увидеть доллар по 100 рублей. Об этом агентству сообщили два неназванных источника. По задумке, ослабление национальной валюты якобы снизит удар от западных санкций. В таком случае рублевая цена барреля нефти будет выше, соответственно увеличится дохода бюджета. Гипотеза стала поводом для шуток. Российские экономисты постоянно напоминают, что бюджет только проигрывает от слабого рубля. Во-первых, это увеличивает инфляцию, а власти должны ежегодно индексировать социальные выплаты на размер инфляции. Во-вторых, если цены растут, расходы на государственные проекты становятся больше. И в-третьих, за ростом инфляции следует рост ключевой ставки, а от нее зависит стоимость государственных заимствований, не только новых, но и старых, которые привязаны к этому показателю. С другой стороны, доходы от нефти при слабом рубле вырастают сразу, а потенциальные расходы отложены во времени. В последний раз доллар превысил отметку в 100 рублей в октябре прошлого года. Тогда власти отреагировали категорично. Владимир Путин подписал указ, который обязывал крупнейших экспортеров возвращать в страну 80% заработанной валюты, 90% которой нужно продавать в течение двух недель. Это сработало. Рубль тогда укрепился на 10% за полтора месяца. Но сейчас, на фоне новой волны падения, требования в очередной раз смягчили. Экономист Егор Сусин в Телеграм-канале объяснил, что решение напрашивалось. В предыдущей версии возникла, цитата, «странная конструкция, когда выручку можно не возвращать, но продавать обязан». Тем не менее, по его мнению, тайминг объявления решения не выглядит удачным. Сейчас экспортеры продают валюты на 8 миллиардов долларов в месяц, а для покрытия имеющихся оттоков капитала нужно 10-11 миллиардов. При прочих равных это приводит к ослаблению рубля. По словам главного экономиста инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олега Кузьмина, вероятность увидеть доллар по 100 к концу года есть всегда, но сейчас она не превышает 30%. Тем временем, трехзначная цена американской валюты уже появляется в официальных прогнозах властей, пусть и долгосрочных. Экономист Владимир Брагин из «Альфа Капитала» говорит, что психологически 100 рублей за доллар уже не кажется таким страшным, как год назад. Впрочем, россияне могут с этим не согласиться. Когда рубль ускорил падение, снова начали ухудшаться инфляционные ожидания. Теперь население считает, что на протяжении следующего года цены вырастут на 13 с лишним процента. Это в 3,5 раза больше, чем прогноз ЦБ. Прежде, на фоне растущей ключевой ставки, показатель падал, но теперь зафиксирован максимальный прирост с начала года. Впрочем, на это могла повлиять и публикация проекта федерального бюджета, в котором заложена индексация тарифов ЖКХ почти на 12%. Также там указаны рекордные расходы, которые тоже называют негативным фактором курса рубля. Вы слушали аудиоверсию уже очередного разбора о том, что происходит с рублем и иностранной валютой в России. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Это Радио Медуза. Все наши главные материалы в звуке. Подпишитесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на Ютьюбе. И в приложении Медуза, и это самый надежный и удобный способ слушать наши подкасты, приложение умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Оставайтесь с нами.